Липецкая область Первый вопрос, расскажите, пожалуйста, для молодежи, да и вообще для всех, как проходило зарождение ЛФЛ, кто стоял у истоков и как проходили первые турниры? Первые турниры проходили у нас в 2009 году. Я помню, меня даже туда пригласили. Брат какой-то начинал, Владимир Николаевич Богомолов, Эдуард Викторович. Ну, как будто немножко надо было судить, судить. Брата был один, вот такая ситуация. Ну, как обычно, судить должно было быть, да, поэтому меня тоже туда пригласили. Потихонечку, потихонечку. Первый турнир я, честно, не знаю, по-моему, 9 или 10 команд. Я что-то забыл. Ну, интересно, кто-то прошел. Первый у нас по осени мы его проводили. Тоже, как и вы в темноте играете, да или нет? Да нет, в Ронсет горит. Горит, да. Ну, бывало такое, да? Нет, ну, это бывает, понятное дело. И турнир, первый турнир у нас кто выиграл? Не помню, что у меня тогда еще не было вvid. У меня тогда еще не было вvid. Ввиду, это тракторная, тракторная, тракторная. Вот сейчас только другая, ЛТЗ. Да, или этот команд. Ну, я не владею информацией. Ну, сейчас, конечно, тоже сильная команда. И раньше она была сильной. Так вот трактор из водки. И ребята сильные всегда были в таком отношении. поэтому ну и потом пришло время я начали было 10 команд на второй сезон команды стали прибавляться сейчас конечно тяжело вспомнить все-таки семь лет прошло там 8 только по моему 12 командов потом 16 потом цифляю сначала алексей и ночево они играли футбол за как она команда называлась особо пмк пмк там соку сокол пмк на команду костюченко иван там костюченко иванова бесхмельно ферму там вот эта вся которая не вид там учились вместе в ветках и разорочную за весь но первоначально соку был вратарь сергей сокол у меня сокол кто там написанных на видео он эта команда резал и потом вот эту команду все они наверно все сокольцы и они добавили все это все команду стала команда соку вот на данный момент я могу сказать лучше покончить еще а как идея вообще появилась идея появилась я вот как и да ты что даму наверное где-то в интернете посмотреть что проводится чемпионатами но у нас не сам не не самого первого года тебя вот именно среди детского поварился других городах уже это проводилось но это не зародилось потому что ну проводится вот даже сейчас смотрим вот тогда волнует города любительского влево в лепестке не было а в лепестке не было ну да вот я не знаю по годам может где-то врача где позже я не знаю я особо как-то в интернете не сильно соображаю какой я вызывал одессу а вот юрий тогда вот по интернету сразу такой вопрос пока не забыл вконтакте это вы сидите вашей странице надо также его наклассе тоже это в вашей странице вы до находитесь за многих интересовал этот вопрос а юрий николаевич это или кто-то создал это вот юрий николаевич официально подтверждает что это и его странице можно можно писать наверно вот до любительской футбольной лиги до 2009 года вообще какие соревнования проводились в липецке по мини-футболу такие ну я вам хочу сказать что мини футбол очень давно в лепестке где-то с 2000 года вот так вот ты смогу 2002 он начался провали сами и было на 5 чемпионат области у нас было 16 команда чемпионат области по мини-футбол по мини-футболу в один дивизион и высший дивизион был первый дивизион был второй дивизион ну в общей сложности в разных залах не было все время было в этом полете политехе ну и настолько ли по моему тоже был там проводился но там уровень команды немножко пониже расскажешь пожалуйста чем связано ваши форты из любительства были лиги вот вот полтора назад примерно это произошло ну тут связано с чем во первых умер председатель судейского спецкомитета лейтенента лидер николаевич вас туда пригласили сапыкин и николаевич я конечно я мешать не буду но мне нужна помощь помощь потому что объять необъятная невозможно я конечно приходил к выступляю там артил до прошлого там сколько игр отсудить или это не проблема конечно но тяжело даже сейчас вот я и проходит чемпионат области серии сергей уезжает все ложится будет так говорить на мои плечи какие-то назначения какие-то переносы и тоже не все просто то есть сейчас я так понимаю вы занимаетесь основной деятельностью это судейство в липсской области ну да я заместитель судейский спецкомитета я судейство в липсской области потому что тяжело это не просто ну а теперь давайте посмотрим обзор центральных игр прошедшей недели главным матчем недели в высшем дивизионе стало противостояние лтз и покер старс лтз как всегда показывал мощнейшую игру владел мечом создавал моменты и практически ничего не давал сделать сопернику в атаке однако картежники настроились на этот матч и буквально костями легли чтобы добиться нужного результата в воротах блестяще стоял страж ворот покера максим аксенов который неоднократно спасал команду в казалось бы безвыходных ситуациях весь коллектив отчаянно оборонялся и периодически проводил опасные контратаки к середине второго тайма покер старс даже повел счете 2 1 но в итоге сказался высочайший класс трактора строителей команда добилась таки победы 5 3 в первом дивизионе большой резонанс вызвал поединок между командами которые борются за золотые медали берсерк и телемир телемировцы выбрали оборонительную тактику на игру команда выстрелила своих ворот глубоко и шланированную оборону а в нападении сделал ставку на индивидуальные действия своего лидера алексея корчагина стоит сказать что эта ставка сработала алексей забил в этом матче 5 голов и выдал еще несколько голевых передач усилий берсерка хватило лишь на три гола которые провел александр печенин два из них он забил красивыми ударами со штрафных как итог победа телемировцев 93 и команда приближается к заветной цели впрочем рано говорить о победителях впереди еще много матчей перед заключительными играми 2 дивизиона на первое место претендует титан мкс атлетик и град третий дивизион скорее всего разыграют ё-моё и арсенал юрий николаевич на ваших глазах проходило становление любительского футбола в липецке поэтому хотелось бы узнать ваше мнение об уровне команд выросли он за последние годы если брать любительскую лигу именно вот который возглавляет богомол то любительская лига выросла раньше это было две там команды допустим дружба конкурировала на первоначальном этапе потом был один раз чемпионы кирпичный двор чемпион его позовертак высшего дивизиона не все вы как сейчас называется высшие люди сейчас подобрались новые команды нтз там лидер покер старт хотя покер старте в то время они всегда так упорно играли хорошая команда немножко не слежу за этим не так не могу надо команду нужно что сейчас как все игры проходят научно достойно можно и раньше так играли просто играли в любительского проиграли проиграли вы сейчас я говорю каждая команда бьется за очки начали вот именно чтобы конкурировать какими-то командами все хотят попасть на пятерку там трудно там ну и конечно чемпионов сейчас больше как первое место никто не дни россии то есть уже даже больше не любит пол профессионала играет вот есть выше дивизион брать на больше они хочу а мы тут за первое место поспорим допустим патриот например на ну патриот там еще некоторые команды но он есть уже амбициозный ну конечно это же сильно тяжело сейчас по данному соперничьи потому что это элита липскому мини футбол юрий николаевич вот такой вопрос с каждым годом меньше команд принимает участие в чемпионате области по большому футболу определенные определенное снижение зрительского интереса что необходимо сделать как вы считаете чтобы вернуть команды в этот турнир болельщиков на стадион липска области вопрос не из легких и на этот вопрос мы разговариваем не только здесь но и разговаривали федерацию с каждым годом где-то он не так много команд уходит будет как говорит по большому футболу не так много уходит но уходит движение миссари команды просто не хотят играть выше ну как 1 1 хотят немножко полегче жизни допустим говорят во втором или третьем или они знают за счет своего уровня где-то есть и другие моменты где команды получают опыта премиальные тогда мы замерим зачем вы играете первым людям допустим если можно выиграть эти люди не получать нормальный день будем так говорить но как это вернуть эти команды и зрителя уже будет стрел так вернуть когда был заинтересована глава администрации всех районов тогда и будет футбол я все-таки вы больше считаете что футбол это социальный проект нежели коммерческий какой-то футбол вот сейчас допустим допуск в районе три команды выступает в лебедянском тоже там я выступает на 3-4 команды но эти вот которые в лебедяне это за счет того что вот сами как вы все вместе чего это фактор человека директор любит футбол значит будет команды вот когда мы начинали были видя не беляев был глава администрации лебедянского района они пять или шесть лет они будут проблем не знали понимаешь как-то финансировали они я не могу сказать это рук или я знаю что приглашали также как и все из лепестка ребят которые могли сделать они сильнее конечно естественно за за мастерство надо тоже деньги платить это да но вот сейчас такой вопрос тоже подняли то что лебедянская команда не приглашали липских топовых футболист чтобы делали результат вы сторонник какого пути развития чтобы приглашали варягов так скажем либо где-то минус результат но чтобы местные воспитанники допустим того же лебедянского футбола играли то есть в липецке чтобы играли липецкие молодые ребята там ветераны точно таком плане я вообще считаю что должны играть должны играть футболисты которые делают результат все-таки да и потому что любое вот я сам играл во многих командах не в липецке но и в липецке играла 6 сезонов будем так говорить 5 сезонов высказь смоленске 5 сезонов казахстане и вот и сейчас тенденция такая все говорят все не хотят говорить но на самом деле она так и есть что люди приезжают топовые будут игроки они приезжают зарабатывать деньги я тоже был образ говоря не топ после игроков как говорится я тоже ехал казахстан чтобы заработать одно дело казахстана а другое дело в пределах липецкой области несколько сейчас сейчас тенденция все равно идет вот допустим некоторые команды это команда где есть такая возможность вот я даже далеко не буду вот родник допустим или третий режим голос добрых но я думаю что они какие-то премиальные получается значит они идут на первом месте не как всегда говорится в день есть как говорится у них не пойдет допустим коровина дать добринку просто так или не пойдет зенин играет удобно ездить за 120 километров с работа уходить там что-то еще вопрос это понятно но другое дело то что например если дать добринки дорогу молодым местным ребятам из добринского района я думаю что он может сперва похуже был я думаю это длительный период я думаю что это не получится получится то есть зрители может быть потенцируют нас тем чтобы за своих ребят зародили да вот я не договорил зритель и так пойдет когда команду будете на первом месте пополнить и профессионалы давайте перейдем дальше я николаевич вот по липецкому металлургу что можете сказать по состоянию дел в команде то есть такая тоже двоякая ситуация с одной стороны но вот мое личное мнение то что с одной стороны и местные ребята вроде бы играет и в этом году более-менее показывают какой-то результат футбол а с другой конечно все-таки липецк город который заслуживает большего финал и даже выше как вы считаете что с команды происходит и без комментариев этот вопрос да это политический вопрос политического это политический вопрос я не буду не отвечать потому что сейчас многое как говорится вот в этой я как его бывший игрок металлурга я не могу говорить я я знаю что вот когда завод завод содержал команда была то сейчас я не могу то есть есть какая я в этом вот сейчас я кухню который я есть металлург я но ответим демократически не демократически а как это сказать дипломатически то есть есть хорошие моменты есть нехороший момент ну то что играет местный воспитанник это один из тех моментов которые мы будем так вот хорош тем более они идут лидера выводят ну а другой момент то что выше не получается тут уже другие вопросы так юрий николаевич о своей биографии расскажите я думаю это всем всем футболистам все равно всем футболистам интерес хотя бы основные веки узнать как вы попали футбол то был вашим первым тренером где играли что выигрывали такие моменты футбол я вообще пришел в 1067 году 967 году до 7 лет пришел я на стадион металлург там был пашин ему сейчас уже где-то 90 лет он живет в воронеже и у нас отбирал мальчишек и я туда попал в этот же список там был нам 20 30 человек я не помню некоторое время он нас там собирал как тренировка тренировки под мальчишки приходят ну ребят давать там играть двое ворот вот мы играли ну основную летку конечно боя мою карьеру у него конечно лектор михайлович выскорбцев это мой будет так говорить первый тренер пашин он не первый просто нас собрал он тренировался как сейчас принято говорить менеджер скорее да в то время вот он был там собирал мальчишками кстати угадывал те которые мальчишкам собирал многие ребята играли в командку сырун у пашин собирал но время шло да потихонечку там турниры но первый турнир семьдесят восьмом году мы выиграли чемпионат россии назывался переправа 1960 года рождения и уже в команде я был я лет в 1977 до семь седьмом году меня взяли металл 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 на всех 8 меньше отпускали играть за 1960 год я ездил еще на переправу там еще тут турниры были выиграл выиграл да вот этот переправу и так в реальности за время своего существования но можно назвать то я играл в полфинале кубка после вам динамо киева и как получил я мастера спорта вот за это на этот турнир а перед ним киев кого бы гранит а ну что перед динамо киев матери обозрали динамо тбилиси команду высшей лиги потом динамо и нам и тбилиси кстати я бил последний пенальти мы выиграли хорошо 44 был я забил 5 и мы выиграли основу рим 22 и динамо минска мы обозрали дома 1 0 я забыл отказались вся команда стала мастерами спорта уже на игре динамо киевом заход с но одином киев поборолись динамо киев первый тайм мы очень неплохо отыграли класс есть класс есть там оба носки там играли очень хорошим то время они все играли в сборную так вот и заваров и толщина баль все игроки сейчас звезды того периода после после я приехал в липеск в липеск я пробыл сезон и уехал в казахстан и в казахстане два раза мы выиграли как у нас страна она была в 8 зона сср тоже ли не называлась трактор по водам два года подряд в первую лигу мы так и не попали там финальный только была программа а после того как в казахстане проиграли может после казахстана я приехал домой и устроил свою милицию то есть вы повесили будутся на гвоздь это я повесил путься на гвоздь и отработал в милиции 20 лет и ушел на пенсию и также параллельно судейство занимались занимался судейством я был марина батальон хороший он тоже пенсионер поэтому меня было и отпускал когда надо было перри так что такой интересный вопрос тоже данных интересует советское время когда вы пришли металлург в 17-18 лет какая зарплата была у футболиста вот я получал как говорится у нас основной группу металлург но налоги все равно высчитывается 144 я получал у меня было 130 минус 17 рублей 113 рублей а премиальные какие-то премиальные у нас были 40 рублей вот так отметь от ими опять налоги сколько там 30 рубля ну где-то так это за победу за полета надо банк на и бонус какие вот 77 вот я пришел с 8 у нас поменялся привет пришел михайлов у нас я я знаю что там люди получали но я не получал дополнительный голос потому что вот как сейчас вот допустим в некоторых командах балуют игроков нас так не было ну то есть среднем так рублей 200 выходила в месяц ну 250 так как выходить здесь 50 рублей выходила потому что выигрывают по 5 выигрывают александр кокорин вряд ли бы пошел играть в лифтский металл в семьдесят восьмом году я думаю многие бы не пошли даже из тех кто сейчас играет не пошли юрий николаевский нации вам какие-нибудь интересные случаи с футбольной и судейской биографии какие-то моменты таких которым запомнились больше всего нет у меня неожиданно по пригласили на встречу поэтому я вам сейчас то что я бывал и забивал такие голы которые решали судьбу турнирной таблицы допустим вот я когда не играл караганда вылетала во фрукзе я заберу последнюю тегов и мы остались в дом играли когда я попадали играл залив караганде ну да да караганде забил тоже верю один на выгодно мы стали ну были такие моменты которые ради которых хочется жить вот именно в то время когда это было еще была молодость вот допустим динамо минску забил вот такой как стадион весь как бежал валенскими на меня когда милиция начала сопровождать или все команды да действительно и вот или люди идут и плачет нашу так вот счастье по телу идут два мурашки и просто хочется жить потому что не то чтобы люди а просто для себя значит какой-то может пользу приносишь если будет смотреть на тебя там что-то когда команда идет на последнем месте на него никто не будет правильно по 200 человек будут самых преданных болельщиков кориды юрий николаевич вот момент по судейству последнее время что ну что в любительской лиги что везде многих много происходит того что люди с судьями спорят ругать какие-то конфликты возникает по судейству это действительно уровень судейства падает либо это просто так было есть и всегда так будет эмоции и зашкаливает да конечно так говорить немножко уровень судейства под уровень судейства падает с чем он связан но связано просто приходят люди которые допустим футбол которые не знают контактные прежде ну вот допустим я просто буду объяснил вот так тоже судит от виталик миленировка каких-то таких конфликтов силис особо не бывает правильно ли бывает а вот если это если вот сейчас вы там привлекать я думаю что у них такие моменты бывают например сам бывает сужу и ошибаюсь конечно признать ну а как вот с этим бороться то есть это все равно что миленин смирнов горов такие опытные судьи они что же не вечно как вот на данный момент так же как и у нас в областной федерации здесь надо просто отбирать судей и и вам тоже надо отбирать и надо учить даже при всем правда же если они сейчас тенденция пошла вот смотришь или допустим люди которые судят сейчас больше либо премьер-либо большого футбола там нет и даже менее футбол там нет новых людей которые играли футбол понимаешь вот я когда играл был момент я просто это сейчас у кого у всех переводку саин оптимашенко там походе из вовского судеба но в волгоградах даже вот если при всем объективе объективно или не объективно все равно у них никогда не подкопаешься что они плохо судят алине вот как сейчас у датуса и тому карточку не давай для того карточку давать не давать они так не делали они делали или по правилам эмоции есть эмоциями когда заканчивается мальчик я сегодня нужно прощать есть правило где чутко написано а у вас сейчас вот какая тенденция на большом горе у нас как у нас сам селикачик или там еще какая-то команда или еще какая команда которая динам там или счет не фигурчуку не надо давать карточку это неправильно потому что это уже выходит за рамки игры есть правило по которым надо ну вот и допустим если я служу или допустим даже сливок области я вот сейчас был в однике там фигурчук что-то начало туда-сюда я в сервер вот себе судить ты мне не говори вот сейчас судик молодой парень ему высказывать все что угодно его правильный дает карточку он он дает карточку за то что ты не соглашаешься с его решением а ведь ты футболист а он судья судья определяет нарушение а не футболист футболист должен молчать играть и забивать вот в любительской лиги вот могу сказать может областной федерации также заметку возьмет в этом сезоне неплохо провели себя молодые судьи гуляев эдуарка и воротников никита хорошо судили матча в принципе нареканий нет ни у каких команд может быть тоже или мы всех ждем пожалуйста приходите я и с председателем говорю и он никогда в этом не отказывал ради бога у нас честно говоря сейчас судей маловато и инспекторов также я сейчас куда-нибудь коснись взяли молодежь они одни уехали туда другие уехали туда и вот обходили с тем что есть опять же тот и виталика там на гору уже не стали там осел у них он не хочет никуда ездить это телевизор показать ну пусть показывает он не хочет никуда есть понимаешь в лепестке дать метро ветеранов подсудить между делом то есть можно сказать то что для всех двери нас я для всех желающих судей двери открыть на двери обращаться обращаться так юрий калач могли бы вы поделиться с публикой со своими профессиональными планами на будущее какие турниры планирует проводить я не по проведению соревнований придавались александр по поведению нет это понятно то что михаус андреевич я в курсе не уколового человека потому что можно сказать одно вы сделали люди просто все люди сами понимаете кто играет футбол в лепестке они знают то что вы проводите но вот так вот всегда я я еще своей харизмы за счет за личностью всегда турнир турнир но что то нет сейчас в область начнется принципе я любил меня футбол да сейчас вот на данный момент это область начнется сколько там будет команд я не знаю я пока об этом немножко по по срокам когда вы проходите по срокам в этом году как мне написал сказал я пишет не буду я успокоен там будет там первым я думаю что вышли же не будет здесь команд правильно я так думаю как прошлый год 6 но может что пойдет да он больше если да если вот те горе которые команды если вы дрем-тим лтз еще после высшей дивизион поэтому тяги ну тогда еще более-менее был 6 по 6 или 7 не не всем не 6 6 уже 8 а то может еще кто-нибудь решит рискнуть попробовать свои силы на уровне сильнейших футболистов можно сказать на российском уровне 4 лига дать этому областной выше дивизион областного чемпионата все-таки достаточно высокий уровень нет я думаю я просто возвращаюсь к первому вопросу вот когда был хотя и только все начиналось было 16 команды на прошли вот такие запасе вот был сокол еще там ребята у меня по фамилии конечно могу всех фонд но это не важно не столь важная семью чемпионат а теперь давайте перейдем от слова к делу и переместимся на мини-футбольное поле где наш гость юрий николаевич гладких покажет свое футбольное мастерство а и а и 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 посудил игру матч синички техмаш вот владимирова кузовкина желтую за его фит показал до новых встреч перри николаевич спасибо вам за интересную беседу удачи вам дела здоровья и напоследок пару слов для футболистов лфл их болельщиков ты вообще для всех футбольной общественности города вообще за последнее время очень возрос интерес к любительской формии приходит с каждым годом все больше и больше команд это не просто это просто люди которые очень любит но пожелать ему что-нибудь самое главное желаю всем здоровья спасибо вам большое это было лфл обозрением сегодня гостях у нас был уважаемый футболист судья организатор юрий николаевич голодки ваше пожелание предложение можете писать группе лфл вконтакте по вопросам сотрудничества обращайтесь к берегу беликов до новых встреч благодарим сказку за предоставленное помещение для съемок программы и приглашаем всех футболистов их друзей и знакомых в это отличное заведение